Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вас видеть. Я собрала для вас такую мозаику всякого интересного, что вы сможете использовать на уроке, если сочтете нужным, разумеется. Потому что я знаю, что уроки сегодня жестко регламентированы. Там у вас-то ножик-то ставить некуда. Все очень плотно, программа большая и требования прочие. И тем не менее, тем не менее, необходимо делать предмет актуальным. Потому что химия своей абстракции, которая трудно воспринимается детьми, поскольку абстрактное мышление, мы знаем, оно формируется довольно поздно, в общем, она отпугивает детей. Хотя к изучению химии дети приходят просто с огромнейшим кредитом доверия к этому предмету и к этой науке. Всегда рассказываю учителям, что в Великобритании, в Imperial College в Лондоне много лет проводят одно и то же исследование из года в год. Предлагают детям начальной школы нарисовать ученого. И дети из года в год, много лет, лет 30 они проводят это исследование, рисуют одно и то же. Это мужик в белом халате, драном, волосы дыбом, на лице очки, в одной руке он держит колбы, из которой пш-ш-ш-ш, а тут он что-то бросает, и это что-то взрывается. Значит, все рисуют химиков. Всегда. Вот у детей такое представление о том, кто такой ученый. И вот с этим представлением они приходят в среднюю школу, приступают к изучению химии. Но тут им и атом, химический элемент, молекулы. Это абстрактные понятия. Это очень трудно, и мы об этом будем с вами говорить во второй практической части. Поэтому очень важно делать предметы актуальными, пытаться какими-то штрихами отдельными, какими-то разбросанными, я не знаю, изюмом в булочке, каким-то образом показывать, что химия – это то, что имеет отношение к твоей повседневной жизни. Это то, что отвечает на вопросы, которые тебе интересны. Итак, я собрала для вас и как бы разложила по нескольким группам, по нескольким группам, как бы некие поводы, которые позволяют извлечь и найти вот эту самую актуальную информацию и обратиться к ней на уроки, обсудить ее вместе с учениками. Значит, Роуд Хоффман, Нобелевский лауреат по химии, с которым мы в добрых отношениях, он всегда говорит, что любое внешнее событие учителя, мы, просветители, ученые, должны использовать, спасибо, для образовательных и просветительских целей. Все, что происходит в мире, в природе, в твоей стране, в твоем городе, в твоей семье, в твоем дворе, вот эти события, их нужно выхватывать и обсуждать, и находить в них. В данном случае, если мы говорим о химии и биологии, находить в них интересную химию, находить в них интересную биологию, находить в них интересную физику. Какие же это могут... А вот сюда это... Я просто не в ту сторону нажимала. Спасибо, Настя, я тупа. Так. Итак, какие это могут быть события, самые разные. Но должны быть события резонансные, которые на слуху, о которых говорят. Вот я вам сейчас покажу события, которые произошли практически одновременно. В Исландии проснулся вот этот самый с непроизносимым названием, очередной вулкан. Вот этот. И одновременно под Москвой случился пожар на складе компании «Озон». Гигантский пожар, это было очень резонансное событие. И вот фотографии. Справа пожар, слева извержение вулкана. А вот вопрос, а что между ними общего, между двумя этими фотографиями. Вчера общалась с учителями в Иваново, со студентами, которые будут в будущем педагогами. И мне все радостно закричали «Горение, окисление!». Я говорю, господи, какое счастье! Вы знаете эти волшебные химические слова. Но на самом деле ничего общего у этих двух фотографий нет. Потому что справа мы с вами видим сугубо химический процесс окисления, горения, точно. Все так и есть. Горит органика, окисляется. А слева мы с вами видим сугубо физический процесс. Это не огонь. Это так выглядит. Вот это обманчивость картинок, да? И это не огонь. Это всплески раскаленной лавы. Там нет никакого огня. Почему происходит вулкан? В чем как бы физическая суть? А в том, что в недрах Земли, где находится раскаленная лава, постоянно происходит процесс газообразования. Лава насыщается газами. Эти газы начинают ее распирать. Давление растет. И вот чтобы сбросить вот это внутри черепное давление, лава должна выйти на поверхность. А выходит она через поры на Земле. А это что? Вулканы. Поэтому все заснувшие вулканы рано или поздно просыпаются. Это тоже надо иметь в виду. И вот иллюстрация к этой истории. Пожалуйста, с правой стороны это горение поливинилхлорида, пластиковые окна. С левой стороны это сброс давления. Пробка вылетает из бутылки с шампанским. Это вот то, что происходит с вулканами. Вот две картинки, два события. Смотрите, какую интересную историю мы с вами раскрутили. И дошли до какого-то такого основательного понимания сути происходящих процессов. Подкрепить нашу версию, доказать, можно, если принести на урок кусочек пемзы. Показать его школьникам, дать потрогать. Пемза – это вулканическая лава. Посмотрите, она вся в дырках, она вся в порах. То есть она была вся насыщена газом. И этот газ-то, эту лаву-то и выкинул на поверхность Земли через вулкан. И вот еще одно доказательство. Давайте посмотрим на состав этой самой пемзы, лавы. Вы посмотрите, ведь это все оксиды. Начиная с оксида кремния, заканчивая оксидом марганца. И это окисленные соединения. Поэтому ни о каком окислении, ни о каком горении речь здесь не идет. Вот, пожалуйста, вам один пример, который можете взять. И в удобном месте где-нибудь вставить. Если, конечно, сочтете нужно. Конечно, политика сегодня занимает... Очень много отнимает нашего внимания, нашего времени. Сейчас я не буду говорить о таких болезненных для нас вещах. Хотя вся политика сегодняшняя, она, к сожалению, крайне болезненна для всех. Ну, для начала я вас спрошу. Как вы думаете, почему в европейских городах дома покрывают черепицей? Это потрясающе красиво. К сожалению, тут какой-то, видимо, этот самый не очень хороший... Вот вы поняли, да, проектор. Поэтому цвета какие не передают. Она очень хороша, да, она красивая, она создает облик и лицо европейских городов. Черепица, ну, очень понятно почему. Потому что в Европе испокон веков топили, ну, когда поняли, что можно, топили углем. Европейский уголь очень сернистый. При возгорании образуются оксиды серы. Оксиды серы, попадая в атмосферу, соединяясь с влагой, превращаются в кислые дожди. Вот эти кислые дожди железную крышу разъедают за год, за два. Она очень быстро ржавеет. Поэтому ее надо менять. А черепица, керамика, мы с вами знаем, это кислотоупорный материал. Вот поэтому покрывают черепицы. Хотя уже вроде бы углем не топят. Мало того, что не топят, так еще и всех собак на него вешают. Что уголь – это злодей-негодяй, что из-за него у нас идет глобальное потепление. Долой уголь, мы все не топим, мы не покупаем и так далее. А на самом-то деле, дорогие друзья, это должно вам понравиться. Все ровно наоборот. Очень может быть, что уголь – это спаситель планеты от глобального потепления. Вот смотрите, извержение вулкана Каркатау, случившееся 140 лет назад. Это был один из самых фантастических по мощности, по объему выбрасываемых газов и продуктов вулкан. Вот который пепел выбросил в гигантских, там какие-то, ну тут написано, кубические километры, на несколько километров в высоту. Даже 80 тут написано, но это вряд ли. А что произошло в результате? А в результате через год после извержения температура на планете средняя снизилась на 1,2 градуса. Это вот то, о чем сегодня кричат зеленые, да? А, температура растет, на градус нельзя, пол, полтора. А тут один вулкан за год. Всю эту температуру на 1,2 градуса. Почему? Потому что мелкодисперсные частицы в атмосфере рассеивают солнечный свет. И происходит охлаждение планеты. Ядерная зима, откуда этот термин? Так вот отсюда. При ядерном взрыве в атмосферу выбрасывается гигантское количество, мы сами знаем чего, да? И вот это все висит в атмосфере, отражает солнечный свет и наступает резкое похолодание. Вот в сущности уголь, потому что он полностью никогда не загорает, все равно образуется вот этот, не случайно, этот смог в Англии, да? Вот эта мелкодисперсная частица, вот эта влага, вот это все. Вот он-то и снижает температуру на планете. Крокотау – это такой большой пример, но есть примеры и поменьше, но с не меньшим эффектом. Извержение вулкана Пенатуба на Филиппинах в 1991 году. Среднегодовую температуру во всем мире на 2 градуса. Снизились среднегодовую температуру на 2 года. Там было меньше градуса, но на 2 года температура была снижена. Вы можете себе представить, какими мощными инструментами регулирования климата распоряжается природа наша? Да? А мы тут что-то пищим, вы замнили о себе, люди. Более того, вот Паул Крутцин, это Нобелевский вуриат, который всю жизнь занимался химией атмосферы, он рассчитал и предложил схему борьбы с глобальным потеплением. Чистой воды химия. Если мы каждый год будем выбрасывать в атмосферу 1 миллион тонн серосодержащих соединений на высоту 16 километров, то мы парниковый эффект обнулим. Да, конечно, серосодержащих соединений в атмосфере, наверное, не очень хорошо. Где-то будут падать кислые дожди. Ну и фиг с ним, будем черепицы крыть, что-то будем придумывать. Нет, ну это понятно, да? Это, так сказать, крайняя точка. Понятно, что человек всегда должен выбирать, что его интересует. У всего, всему сопутствуют риски. Поэтому, пожалуйста, есть конкретное химическое решение, которое говорит о том, да, серосодержащие соединения, растворяясь в капельках воды, тоже начинают отражать солнечный свет, и в результате чего температура на планете снижается. Так что вот мы с вами сейчас между делом немножечко вот эту вот истерию-то придавили по поводу угля и глобального потепления. И поняли, что, в общем, все на самом деле не так, как нам пытаются представить. Что, впрочем, не в первый раз. Очень жаль, что плохой этот самый проектор. И плохо видна картина Эдварда Мунка, картина Крик, одной из самых воруемых произведений в мире. Но, впрочем, он написал несколько авторских копий, поэтому ничего страшного. Почему они находятся рядом? Извержение вулкана Каркатау и знаменитая картина Крика. Потому что Крик, конечно, был нездоров психически, у него были серьезные проблемы, он долго лечился. Но на всех картинах Крик он рисовал красное небо. На одном полотне он даже написал на обороте. «Я не сумасшедший!» Нет, ну, может, я и сумасшедший, но небо действительно было красным. После вулкана Каркатау, его извержения, несколько лет небо над Европой было красноватеньким. И это тоже связано с выбросом пепла в атмосферу. Это оптический эффект, это отражение, преломление. Дальше пошла у нас с вами классическая физика. Вот такие неожиданные мы с вами заходы можем делать в разные стороны. И даже поговорить об искусстве. А можем даже пойти еще дальше и рассказать детям, которые помешаны. Ой, слушайте, вот это вот, надо же, вот это эмодзи. Вот оно тут не проявляется. Вот это эмодзи, вот это, это все вот от картины Эдварда Мунка Крик. То есть, да, как бы на великое шедевры мировой живописи породили всякие вот такие штучки. Вот пиктограмма, кстати говоря, Министерства энергетики США для радиоактивных отходов. И маска из фильма ужас. Так что смотрите, Каркатау, Крик и вот эта вот массовая культура. Смотрите, как все интересно, завязано. И как интересно по этому путешествовать и с этим разбираться. Дернуть за одну ниточку, что-то одно появится, потом за другую. Ну, что, Татьяна прямо с изумлением смотрит на меня. Вот, вот такую историю мы с вами рассмотрели. По-моему, она богатая, интересная. И мне кажется, она может вашим ученикам понравиться. Конечно, надо следить за тем, о чем пишут. Я, конечно, понимаю, что вам, конечно, нет времени следить за тем, о чем пишут. У вас вообще ни на что нет времени. Я вам искренне сочувствую. Я знаю, как вам тяжело сегодня работать. Ну, вот для этого, собственно, мы и нужны. Вот мы приходим вам. Мы прочитали, о чем пишут? Подобрали материалы и даем вам. Используйте. О чем пишут? Конечно, пишут о нефти. Нефть, вот это черное золото. Цены на нефть наряду с курсами валют. С ценами на драгоценные металлы. И действительно, мы с вами знаем прекрасно, потому что нефть – это не только бензин, керосин, моторное топливо и энергетика. Но нефть – это и вся наша среда, рукотворное обитание. Вот все, что ни камень, ни металл, ни древесина, ни вот это натуральное, природное – это все химия. Это все продукты переработки нефти. Поэтому о нефти говорят, говорили, говорят и будут говорить. Вот когда я училась в школе, нам говорили, и было давно, нам говорили, нефть закончится через 40 лет, будьте здоровы. Потом я пошла учиться в институт. Нам говорят, нефть закончится через 40 лет. Прошли 40 лет уже. Уже, ну уже пора. Уже закончилось. Вообще, конца и края не видно, да? Не то, что не закончилось, а увеличиваются добычи, и такое впечатление, что она пребывает. И вот это отличный, строго говоря, парадоксальный момент. И его прекрасно было бы обсудить на уроке и вспомнить, на самом деле, вообще, откуда берется нефть. Вот вчера студенты педагогического факультета, будущие учителя химии, не смогли мне рассказать, какие существуют гипотезы о возникновении нефти. Поэтому мне пришлось им рассказать. Повторю и вам на всякий случай. Итак, первая гипотеза – это органическая теория происхождения нефти, которую предложил Михаил Васильевич Ломоносов. Он сказал, что все органические остатки с поверхности земли захораниваются, опускаются, перегнивают. И вот там, в этой красоте, и рождается вот это черное золото. А позднее Николай Дмитриевич Зелинский, величайший химик, выдающийся, не только известный у нас, но и во всем мире. Он в своем опыте подтвердил эту гипотезу. Он взял ил со дна озера Балхаш, и он его перегонял в условиях лаборатории при высокой температуре. И в результате в Колбе обнаружил, что он там обнаружил метан, бензин, керосит. Ну, в конденсате тяжелый металл, но просто потому, что они содержались в растительном этом сыре. Таким образом, Зелинский подтвердил, да, органическая гипотеза работает, нефть образуется из органики. Но была и другая гипотеза. У нас же все вот так вот, все дуально в этом мире. Была и другая гипотеза. Гипотеза Дмитрия Ивановича Менделеева, который говорил, что вообще нефть образуется из неорганических соединений, коих в земле навалом. Ну, конечно, содержащих углерод. И вот это, и у Менделеева, у Моносова было много сторонников. Но Ломоносовская-то была доказана, а Менделеевская-то. Так вот, все не так плохо. Менделеевскую гипотезу доказали недавно. И доказали, сейчас у меня тут начнется какое-то заполнение странных слайдов. Есть установки по производству синтетических алмазов. Плохого качества фотография. И вот так она выглядит. И вот на трех установках у нас на Барсе в Новосибирске, на Коноке в Троицке под Москвой и в лаборатории, в Национальной гипсической лаборатории в Вашингтоне, провели и проводят один и тот же эксперимент. Получают, пытаются получить из неорганики нефть. Берут вот такое сырье. Видите, исходные компоненты. Карбонат кальция, оксид железа. Понятно, да, вода. Все элементарно. Просто все это взяли навалом. Разбивают давление 30-50 килобар. Температурку подгоняют 800-1200. И вот что получают? Смесь углеводородов. С1-С11. Ну, в общем, невероятно. Да? Правда? Удивительно. И вот такие углеводороды в таком изумительном составе, метан, этан, этилен, пропан, гексан и прочие, получают из неорганических соединений. Таким образом, гипотеза Менделеева подтверждена. О чем это говорит? Это говорит о том, что нефть образуется и из органики, и из неорганических соединений. Процесс этот происходит постоянно. И мы можем говорить, что нефть в каком-то смысле возобновляемое сырье. Уж как уж она там собирается в какие-то вот эти месторождения, накапливается. Это уже вопрос, который должны отдельно изучать геологи, геофизики. Это все дальше. Но мы, химики и физики, показали. Да? Нефть образуется и так, и сяк. И это очень хорошая новость. Конечно же, людей и ваших школьников, наверное, в меньшей степени пока. Хотя нет, космос их тоже интересует. Но их родители точно интересуют вечные темы. Вот в западных средствах массовой информации, если мы берем такие крупные издания, типа Фигаро, это главная газета во Франции, или, ну скажем, Эль Паис, это главная газета в Испании. У них нет отдела науки в газетах, но у них есть два отдела, которые пишут о науке. Это космос и медицина. Потому что человека интересует его здоровье, как долго он будет жить, и его интересует, откуда взялась Вселенная и произошла жизнь. Вот такой удивительный интерес человек проявляет к окружающему миру. Поэтому космос и медицина, да, это вечные темы. Вечную тему, пожалуйста, вот, комета Чури. Есть такая комета Чурюмова-Герасименко. Открыл ее наш астрофизик Клим Чурюмов еще в 60-х годах. Она залетела к нам снаружи в Солнечную систему и застряла. И вот теперь бешено носится по эллипсовой орбите вокруг нашего Солнца. Она периодически проходит мимо нашей Земли. Неприятное существо. Ну, так-то вроде смотришь на нее, но ничего особенного размера. Вот вес, ну, вес неприятный, 10 миллиардов тонн. Ну, движется она со скоростью 18 км в секунду. Это, ну, Земля наша движется со скоростью, по-моему, 30 с небольшим. Ну, в общем, как-то так. Ну, если мы попросим детей визуализировать, они это любят, они умеют с этой техникой обращаться, наложить эту комету в ее размере на какой-то реальный географический объект, то многое станет понятно. Вот такая визуализация комету положили на город Санкт-Петербург. И, в общем, стало как-то неприятно на ее смотреть. Там она где-то болтается. Но мы с вами сейчас поговорим не об этом, а поговорим о другом, о вечном вопросе. На самом деле, за этой кометой кроется вечный вопрос о происхождении жизни на Земле. Вообще, комету астрофизики называют грязными снежками, потому что ее тело состоит, это огромная ледышка такая, в перемешку с грунтом, присыпанная сверху землей. И решили европейские астрофизики исследовать, какие вещества содержат этот лед. И в 2004 году они отправили знаменитый космический аппарат Росетта, который лег на хвост этой кометы и стал за ней следовать. Комета подходит к Солнцу близко, начинает лед таять, из него начинают выходить газы, и спектр с фотометра, которые стоят на этом аппарате, фиксируют, что же там за вещества. Вы удивитесь. Там невероятное количество органики. Просто невероятное. Там представлены все классы органических соединений. И мы там можем найти вполне земные вещества. И нафталин из бабушкового сундука, и бензальдегид, пищевая добавка, который создает префикс миндаля. И бензоинная кислота, природный консервант, который содержится и в рябине, и в ладане. А вот почему в храмах инфекция не распространяется, потому что при горении ладана, она попадает в атмосферу и работает антисептиком. И возникает мысль, что, может быть, вот эти вот кометы, это такие курьеры с холодильником за спиной, которые разносят по Вселенной органику, как строительный материал, чтобы уже там на планетах природа из этой органики создавала необходимые вещества для зарождения жизни. И тут очень уместно было бы вспомнить, существует тень, по-моему, гипотез, теории зарождения жизни. Одна из них – Александр Иванович Апарин. Прекрасная теория о том, что жизнь на Земле зародилась в первичном бульоне. И вот эту теорию, кстати говоря, доказали в эксперименте Стэнли, Миллер и Гарольд и Юри. Они получили, действительно, они получили аминокислоты из воды, метана, аммиака, водорода, угарного газа. Считается, что вот этих веществ на первой Земле было очень-очень много. Искровой разряд молнии. Вот эта вся обстановка, и в результате аминокислоты, а дальше белки, а из них ферменты, собственно, которые и строят необходимую нам жизнь. Поэтому очень и может быть, что вот эти кометы, они поставщики органики для того, чтобы в первичных бульонах на разных планетах что-то интересное происходило. А вот о чем еще, конечно же, пишут, и мы с вами об этом знаем, и вечная эта тема энергетика, энергия. Цивилизация не может жить без энергетики. И мы сегодня знаем, что сегодня миром владеет тот, кто стоит у рубильника. Вот тот, кто рубильничек-то выключит, вот тут цивилизация конец-то и придет. Ну, сначала, слава тебе, Господи, умрут все гаджеты. Но потом начнутся дела посерьезнее. Электричество. Электричество, конечно же, ну, сейчас мы не будем петь гимн нашему газу, это все очевидно и все понятные вещи. Но на самом деле электричество можно извлекать из чего угодно, особенно с того, что движется. Обожаю вот эту миниатюру Аркадия Райкина. Рационализатор, да? Балерина крутится, крутится, аж в глазах рябит. Да привязать ее к Динамо-машине пусть ток дает в недоразвитые районы. Вот это просто вот как в воду глядел. Вот это просто вот предсказание, да? Такой футуризм в чистом виде, причем сбывшийся. И есть разные истории. И вот последняя история, связанная с тем, что швейцарцы придумали покрытие на пол из древесины, которое преобразует шаги человека в электричество и подает это электричество в сеть. Конечно, это работает пьезоэффект. Понятно, о чем идет речь, да? Что такое пьезоэффект? Его открыли братья, ну да давно его открыли, еще вот, смотрите, 140 лет назад, братья Жак и Пьер Кюри, вон они наверху на фотографии, они обнаружили, что если взять кристалл турмалина и давить на него в определенном направлении, то на противоположной стороне кристалла, на противоположных граних, будут образовываться электрические заряды. Потом они этот эффект обнаружили на кристаллах кварца. Так был открыт пьезоэлектрический эффект. Как вы думаете, сколько лет было Пьеру Кюри в момент этого открытия? 21 год. Как рано взрослели люди. И как они ни черта не взрослеют сейчас. Как они у нас уже дети, вот и дети, и дети. Ну уже сделает открытие какое-нибудь, 45 лет не делает. Итак, пьезоэлектрический эффект. Что же они сделали? Оказалось, что я... Ой, ну тут не видно. Оказалось, что древесина... Вообще, есть больше 20 минералов, которые обладают пьезоэлектрическим эффектом. Кости, хрящи, очень многие биологические ткани обладают пьезоэлектрическим эффектом, как это ни странно. И древесина обладает пьезоэлектрическим эффектом, но слабеньким. Потому что она плохо сжимается. Тут должна, так сказать, вот должна быть амплитуда, должна быть такой вот степень свободы для движения. И они подумали, что надо эту степень свободы древесины предоставить. А что, собственно, ограничивать? Значит, если мы поговорим о структуре древесины, то она напоминает железобетонную конструкцию, у которой есть металлическая арматура. Это вот и есть целлюлоза, ее кристаллиты, ее эти цепочки. Это вот та самая арматура, вокруг которой залит бетон. Это лигнин. Вот надо убрать лигнин, ну хотя бы частично. И тогда вот эта вот степень свободы для каркаса, который, собственно, и производит пьезоэффект, она получится. И они, представляете, сделали это с помощью грибов. Отдела, я учила это долго, отдела базидомицетов. Я правильно сказала, да? Я не понимаю, почему отдела, я знаю, что есть базидомицетов. А, базиди... Базидио. Неправильно, базидиомицетов. Вот. Так вот, что они сделали? Значит, они взяли культуру клеток из гриба под названием трутовик. Биологам не надо его показывать и рассказывать. А вот мне надо было понять, что это вот это вот, который, наверное, на деревьях растет. Сделали культуру клеток этого гриба, взяли дощечки древесины, нарезали, их там как-то сушили, потом нанесли культуру, потом выдерживали там в какой-то влажности в течение там нескольких недель, потом взвесили эту дощечку. Минус 50 процентов. Это эффективнейший способ похудения, оказалось. Но для древесины. Я думаю, на нас не сработает. И оказалось, когда они проанализируют, действительно, вот эти грибы сожрали половину лигнина. И у этой деревяшки появилась степень свободы для сжимания, и пьезоэлектрический эффект увеличился в 50 раз. 50 раз. Ну, на самом деле, я вот когда смотрю такие изощренные вещи, а швейцарцы, они мастера вот по части вот таких технических штучек. Штучек они собирают знания, собирают мозги со всех стран. И придумывают, как это продвинуть в жизни и воплотить в техническое устройство. У них это, кстати говоря, великолепно получается. И, кстати говоря, швейцарцы, вы высшая школа, очень ценят наших студентов. Я когда там бывала в прежние времена, мы всегда говорили, Люба, ну вы, пожалуйста, расскажите в Лазанье о нашем университете. Я говорю, так у вас, наверное, учиться-то прямо, не знаю, там без штанов останешься. Копейки. Это вот 15 лет назад, это было где-то 300 франков в год. Это было абсолютно, у нас, это говорит, очень мягкие условия, но у вас, говорит, просто отличие, они со всего мира собирают. Понимаете, мы говорим, швейцария, что у нас есть? У нас есть банки, у нас есть шоколад, у нас есть там часы. Да, вот это, вот это, да. Альпы. Альпы. Нет, ну сейчас мы говорим о каких-то рукотворных вещах, да? А мозгов? Эй, надо их нам, поэтому давайте, подгоняйте нам, к нам мозги. В общем, сделали они вот такую интересную работу. Ну, понятно, что покрытие в доме, ну что там человек, он не так уж часто по дому ходит. Он пришел и упал, учитель пришел домой и упал в обмороке. Он уже находился в классе. Ну, можно в классе сделать покрытие, и из него, значит, электричество в сеть качать. Но на самом деле множество устройств уже существует, когда пьезоэлементы просто встраивают под разного рода покрытие. На лестницах, под покрытие пола. В Голландии есть торговый центр, где встроили генератор, который преобразует вот это вот толкание дверек от людей, заходящих в торговый центр. Она туда-сюда мотается, мотается. Ну, вот это вот Динамо, недоразвитые районы. И вот она и дает, все там пристроили, и дает электричество, пускает в сеть и так далее. Так что есть интересные, с этим связанные вещи. Но вот это изобретательная история, потому что тут, видите, в одной истории еще много сошлось. И химия, и физика, и биология, и как-то вот это и жизнь, конечно, да. Об этом интересно было бы рассказать. Тут у меня просто дан фрагмент лигнины, это такое непростое соединение. Ну, вы презентацию получите, вы там все сможете внимательно рассмотреть. Цифровой мир, да, конечно, это то, что привлекает детей. И вообще я хочу сказать, что сейчас какая-то фантастическая эпоха химии началась. Такого количества химических терминов, которые мы сегодня встречаем, правда, часто безграмотно употребляемых в средствах массовой информации, по-моему, было в последний раз только когда началась большая химизация в 60-х годах. И, кстати, тогда на этой волне появился журнал «Химия. Жизнь» для пропаганды. А сейчас, господи, да кто бы еще 20 лет назад вспомнил про какой-то литий? А эти редкие земли, это же была провальная тема в школе. А сейчас редкоземельные элементы, господа, это наше все. Ну, это просто это наше все. И об этом надо рассказывать, показывать. Тут интересный экономик, тем более, что как бы оратор-то у нас, кто у нас-то эти слова-то произносит? Литий, редкоземельный элемент, это же сам Илон Маск с химией знает или делает вид, да? И вот здесь, чтобы показать, насколько редкоземельные элементы сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни, я предлагаю вам провести такой фокус в классе. Дать домашние задания вашим ученикам, которые они должны выполнить вместе с родителем. Называться оно будет так. Кто больше найдет редкоземельных элементов у себя в квартире? Вы не поверите, сколько их там. Даже если мы не берем смартфон, да, мы понимаем там по разным версиям, там вообще химических элементов от 40 до 60. Но даже мы не рассматриваем смартфон, а вот все остальное. Вот я вам только для примера покажу. Вот эти лампы, зажигалка обычная, вот этот камешек, кремень, да, содержит церий и лантан. А вот лампочки разного типа, люминесцентные, энергосберегающие, новое поколение лампочек накаливания. Вы посмотрите, посмотрите, что у них там внутри. Вот ведь что. Поэтому я думаю, это была бы отличная история, и время бы на уроке это не съела. Пусть дома с родителями и ищут. Пусть в интернет залезают, пусть на здоровье. Главное, принесите, покажите, какой предмет, что там в нем содержится и так далее. А вот здесь, ну тут плохо видно, мы в презентации получили, я специально дали для вас, пока собирала материал, нашла очень симпатичную такую исчерпывающую табличку, как мы используем редкозельмельные металлы. И вот тут прямо по группам. Ну, в общем, хвост и гриву используем и используем везде. Это просто вам для сведений, не буду ничего перечислять, просто вам, чтобы она у вас была перед глазами, когда вы готовитесь к соответствующему уроку, и чтобы отвечать на вопросы. Конечно, химия невозможна без эксперимента. Сейчас, к сожалению, я не могу ездить, показывать эксперименты, потому что я не могу нигде провести и привести реквизит. Нет, все, эта эпоха закончилась. Ужас перед химическими веществами в пузырьке, он какой-то совершенно мега-галактический, даже если это обычная поваренная соль. Но если пузырек с этикеткой, на котором написано непонятные буквы, натрий-хлор, а-а-а, прекурсор, да мать ваша, ой, господи, прекурсор это все, все в этой жизни прекурсор для чего-то, особенно в химии, мы это прекрасно понимаем. Но один эксперимент я все равно очень люблю, и я всегда его ввожу и показываю, хотя тоже бывают проблемы, потому что нужно провозить сильный магнит. И надо сказать, что как-то пропускают меня. Единственное, где меня оттормознули, это в Воронеже. Простите. Нет. Это показало о том, что бдительность высокая, просто близость к зоне военных действий, она, конечно, дает о себе знать. И я, так сказать, зауважала. У меня его нашли в чемодане. Хоть он был маленький, брала не очень сильный. Итак, в чем эксперимент? Эксперимент, это я просто показываю, как с помощью эксперимента можно актуализировать то, что происходит вокруг. Вот, смотрите. Вот здесь мы возьмем обыкновенные спички. И попробуем их притянуть магнитом. Что получится? Почему? А если сгоревшие спички? Значит, это очень простой эксперимент. Производит оглушительные впечатления. Во всяком случае, на меня. Я рада, что я вас потрясла. Значит, и потрясает родителей, просто выносит им мозг. Они все вскакивают, начинают спорографировать. Потому что они не понимают, что происходит. Что происходит в мире? Что это такое? Дело в общем, вы помните, что тут делают? Магнит тут купить надо. Это не проблема. Интернет-магазин, мир магнитов. Гигантский выбор. И такие лисики, но сильно сажененькие не покупайте. Интересно же разобраться, а в чем дело? Почему это не притягивается, а это притягивается? Какие есть версии? Что-то происходит. Правильный ответ. Точно что-то произошло. Смотрим, чем притянулась, какой часть спички. Сера сгорела. Да. Сера сгорела, и всегда ее не осталось. Но кое-что не сгорело, потому что в головке обычных спичек... Подчеркиваю обычных, потому что спички для сигар и спички декаминов не работают. В обычных спичках ей добавляют в эти головки железный стюлик, оксид железа. Чтобы цвет был такой вот, коричневый, да? Это от него. А когда головка сгорает, то этот оксид железа превращается в магнитный фермортер. Гол-3 или ферм-3 или 4. Превращается в магнитит, дорогие друзья. И черный цвет, видите, это магнитит. Тот самый чудесный минерал, из которого мы получаем железо, который залегает на курсе магнитной аномалии. И сбивает... Вот он у меня. Есть у вас в коллекциях, наверняка, есть магнитит? Есть в лабораториях, да? Конечно. Вот такой простенький эксперимент, понимаете? Он ведь много времени не занимает. И тяга никакая не нужна, да? Это же сейчас такие требования. И прекурсоры никакие не нужны, да? Если не считаете спичку прекурсора. Хотя вот спичка-то это самочувствия не есть, прекурсора. А? Да просто, чтобы газ зажечь, спичка нужна. Значит, это прекурсоры. Не сомнение, чернила для чёрной татуировки, пигмент для чёрной татуировки, что? Мелкодисперсный магнитит. Если сделана объёмная татуировка, вот такая вот на всю телу, да? Сейчас, но это я пропускаю, времени нет. То у вас возникнут проблемы с диагностикой МРТ. Когда вас засунут, у меня слабенький магнит. А МРТ-то там магнитик-то. Да? Вот его такого туда засунут, ему будет больно. Потому что вот этот магнитит из кожи будет рваться навстречу к своему большому брату. И может быть, это будет боль не до обморока, но результаты томографии будут, так сказать, сведены на нет. А мы же понимаем, что МРТ это сегодня уже почти рутинная диагностика. А завтра она будет просто рутиной абсолютной, да? Вот, это то, о чём надо рассказывать детям и их родителям. Ты приходишь в класс и спрашиваешь, кто хочет сделать татуировку? Я! Полкласса. Я говорю, зачем? Нет ответа на этот вопрос. Круто, клёво, модно. Я говорю, и геморройно. Потому что проблемы огребёте по полной. Нет, конечно, там мелкие вот эти татуировочки, какие-то там, да? Это нет. Я сейчас говорю о таких вот конкретных. Но ведь есть ещё и татуировки, и цветные, и тоже, смотрите, какие объёмные. Это просто. Вот это люди смыслыщиеся. Вот я их показываю и говорю. Люди смыслыщиеся. Потому что пигменты для цветных щебнёв татуировки – это ароматика и конденсированные соединения. А это что? Канцерогены. Правильно? Бензол. Обычный бензол, да? Сильнейший конденсированный. А тут вон вот этой ароматики сколько. Так что о таких вещах надо говорить. И это надо обсуждать. И надо показывать. Я, конечно, догадываюсь, что детям пофигу. Для них вот это представление о здоровье, там, жизнь и смерть, мне кажется, они... Или думают. Я сейчас вот уже не знаю. Но не только дети же делают. Но делают-то все. Они могут прийти родителям рассказать. Приди, сказать, папа. И, конечно же, магнетит – это основной компонент ферромагнитной жидкости. У вас в лабораториях есть она? Есть? Нет? Делайте. Даете, делайте проект с ребёнком, даете ему задание. Сделать ферромагнитную жидкость. Суть проекта в чём? Подобрать отношения компонентов. Их три. Записываем. Рафинированное растительное масло. Магнетит. Мелко. Пыль перетёртый. И несколько капель ферри. Ну, появились активные вещества, чтобы как бы эти магнитные частицы, они не слепались. Всё это взбалтываете. У вас получается потрясающая магнитная жидкость. Откуда берётся магнитит? Вот это отработано из отработанного картриджа лазерного принтера Эликсирокса. Там тоже магнитный порошок, в основе которого магнитит. И вот вы сделаете, вы замечаете магнитную жидкость, ну пусть ребёнок он там поэкспериментирует, посоединяет, поймёт какие идеальные соотношения и пропорции, сделает идеальную жидкость и дальше будете проводить с ней эксперименты. Но в этой истории очень интересна история возникновения ферромагнитной жидкости. Изобрёл её инженер НАСА, Соломон Папель, в 65-м году. Это картиночка из его патента. На него было задание. Ракета болтается на орбите. Полнейшая невесомость. В какой-то момент нужно совершить манёвр, эту ракету куда-то переместить на другую орбиту или куда-то оттащить, чтобы она, для него нужно включить двигатель. Вот двигатель. А чтобы двигатель заработал, в него нужно подать топливо. Но невесомость. И это топливо болтается где хочет. А нам нужно, чтобы в определённый момент это топливо вот сюда подошло и вот сюда попало в двигатель. Надо что-то придумать. И вот тогда Соломон Папель и придумал ферромагнитную жидкость, которую добавляют в топливо. А сюда устанавливают электромагнит. В нужный момент магнит включается. Он притягивает жидкость вместе с топливом. Она идёт и так далее. Я эту задачку давала в Воронеже детям. И одна девочка сделала патент. Она придумала, как это сделать. Ну, конечно, я там помогала, навигировала. Говорила о том, что притянуть надо. Да, притянуть, я жена ей притянуть. А давайте мы вокруг этого вот это всё. Ну и дошли, конечно, думали. Но всё равно это было очень прекрасно и приятно. Вот это реальная история. Её можно рассказывать, её можно предлагать детям. Конечно же, бытовой интерес остаётся. И всё, что связано с бытом, волнует родителей, детей. И ребёнок может прийти и выпидываться, и мать кое-чему научить. Ну, например, вот кумир, опять же, кумир Джейми Оливер. Британский ресторатор. Такой препогодист здоровой еды. Который, правда, ресторанок всёмирно. Сейчас он начал уже банкротиться. И уже постарел, уже полисел. Кумир, он ещё уже не такой привлекательный. Но, тем не менее, осталось после него куча рецептов и таких интересных изюминок и придумок, за которыми стоит очень интересная химия и биохимия. Ну, например, вот у вас гости в субботу. Вы купили авокадо в четверг, а оно каменное. Что делать? Кладёте в один пакет с бананом. Кладёте, убираете, ставь на двенях. И за два дня авокадо созревает, становится мягким. А там и лежал, и бежал. Что происходит? И вот тут действительно интерес проверяла. Я всё проверяла. Я экспериментатор. Исследователь. Дмитрий Николаевич Нелюбов 100 лет назад, 120 лет назад, открыл один из пяти фитогормонов растений. Их там пять. Ауксины, гиберилины, цитокинилины, абсцизовая кислота и этилет. Этилет пятый. Маленькая такая любимая нашими химиками молекула. Оказалось, что это гормон, фитогормон, можно сказать, созревания и увядания. Вот в момент созревания фруктов и плодов, он начинает активно вырабатываться. Очень много его вырабатывают бананы, когда они вызревают. Но оказалось, что это ещё и сигнальная молекула. Её воспринимают соседи и получают команду «давай уже созревай». И вот этот процесс запускается всех, кто их окружает. Огромный ящик зелёных яблок, ни туда, ни сюда. Стоит положить буквально на ночь созревшее хорошо одно яблочко, когда этот лавинообразный процесс запускается, и весь этот ящик начинает быстро созревать. Этим пользуются овощехранилища. Когда нужно товар ввести в магазин, а он ещё зелёный. И тогда просто закачивают этилен по вентиляции. И вот он там суточки поборахтывается в этилене и начинает созревать. Так что вот такая интересная химия, бытовая. Это то, чему можно научить родителей. Вот тоже бытовая история. Научный журнал «Пластические хирурги международные». Я прочитала статью, что пластические хирурги вдруг заметили, что у них начался приток бешеных подростков, которые требуют сделать им пластику лица. Я говорю, что у тебя не так с лицом? Он говорит, я урод. Я говорю, это нормально, я посмотрю в зеркало. Зачем зеркало? Вот селфи, видите? У меня нос вот такой вот. В общем, это чистая вода физика. Это оптика. Это то, что, конечно, можно было разложить и рассмотреть на уроке физики. Когда ты снимаешь с расстояния выяснят руки, у тебя происходит неизбежное искажение черт лица. У тебя увеличивается нос, у тебя меняется пропорция. Вот это вот расстояние, и ты становишься немножечко уродливым. Ну, не делай селфи. Я бы так бы посоветовала. Но молодежь романолог пластическим хирургам. И они провели эксперимент просто с участием этой молодежи. И показали им два метра расстояния, с которого в клиниках пластической хирургии делают фотографию лица до операции и после, чтобы потом сравнить и показать, какой, так сказать, произошел результат. Реальное исследование, которое выполнил техасским и его западным университетом. Есть, конечно, календарные события, очень много праздников. Есть неожиданные вопросы, которые возникают с этими праздниками. Например, почему женщинам дарить цветы? Вот 8 марта пришло, все по свистку получили букет. Почему женщинам дарить цветы, а мужчинам не дарить? Вот лет 15 назад потрясающая история случилась в Шотландии. Некая дама Джой Милл почувствовала, что изменился запах его мужа. Они уже были не молодые люди. Люди, она подумала, ну, стареем здесь все, запахи меняются, какие-то процессы у нас происходят. А потом ему поставили через полгода диагноз болезнь Паркессона. И она пришла в клинику навещать его в палате и поняла, что этим запахом пахнут все в этой палате. А за ее пределами не падают люди. И она молодец, она пошла к профессору Езембургского университета. А там ведь на Западе все клиники, это части, это такое исследовательское подразделение при университете. Там и лечат, и исследование проходит. Она пришла к профессору и говорит, так и так, вот я прямо чувствую запах болезни. И он тоже не послал ее рассказать, он собрал коллеги. Они говорят, давайте проведем эксперимент. И они провели эксперимент. Они взяли шесть больных Паркессоном, шесть сотрудников или студентов. На всех надели новые майки, они их поносили в течение двух суток или суток. Сейчас уже не помню детали. Не важно, потом перемешали и сказали, вот разложи футболки больные, не больные. И она разложила, понюхла, разложила на две кучки. Ошибась в одном случае, одного здорового футболка она положила в больную. И сказали, а, начать мне стопроцентно работать. Но этот здоровый через полгода заболел. То есть она болезнь почувствовала еще до того, как были клинические признаки. То есть она почувствовала существенно на молекулярном уровне. Нос это совершенно уникальный инструмент. Так вот, обоняние у женщин в полтора раза лучше, чем у мужчин. Им нет смысла дарить цветы. Они не могут оценить вот этого аромата, свежести, вот этого букета, вот этого всего. Поэтому они не душатся, хотя сейчас уже как-то все. Душатся, душатся. Уже душатся. Да, очень сильно. Душить таких, которые душатся. Вот, ну это мод. Поэтому у женщин вот такая история. Хотя на самом деле самые потрясающие носы, конечно, у животных. И вот я для вас специально выписала цифры, чтобы вам не лазить. Десять миллионов обонятельных нейронов у человека, в обонятельной луковице, у кролика в десять раз больше, а у немецкой овчарки в двадцать два с половиной. Поэтому собаки уникальны. Но говорят еще больше у акул. Самые вот такие восприимчивые и понимающие. Вот такие истории. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...